Не надо думать, что это что-то... Что-то изменит. Да, что-то... Мало того, еще не было такого эпизода, чтобы российские власти уступили. Они в ответ все еще ужесточают. Ну и будет, видимо, и в этом случае. Поэтому говорить об этом, собственно, не хочется. Не о чем. Ну, а вот какие санкции вообще могут воздействовать на Путина, на российскую власть? Есть такие санкции? Может быть, какие-то, знаете, допустим, арест недвижимости близкого круга, заморозка счетов членов семьи или близкого круга? Может быть, тогда... Воздействовать можно только, если миллионы людей в России захотят существенных изменений. Только внутри? Все остальное может мешать, ухудшать ситуацию, вызывать раздражение, стимулировать какие-то крайне неприятные действия для всех. А вот... Могут. Но лично мне это все неинтересно. Санкции в отношении моей страны меня мало интересуют. Это не моя забота. Пусть они делают, что хотят. Вот они как понимают. Посмотрите, вот они все санкции с санкцией. А как они борются за Северный поток? Вот про Северный поток. Ну, как они борются за него? Почему? Вы же знаете, почему? Почему? Рассказать вам. Потому что он немцам очень нужен. Потому что это Север Германии получает мощный импульс, если туда газ придет, для экономического развития. И они от этого никогда не откажутся. То есть никакой заморозки не будет Северного потока? И вообще, я хочу, чтобы было понятно. Их на самом деле внутрироссийские разборки очень мало интересуют. Они заботятся о своем народе, о своем населении. И так оно и должно быть. Заодно они что-то там демонстрируют и показывают. Но их интересует их народ. В данном случае, я все-таки должен подчеркнуть, здесь будет интересно нашим с вами зрителям, в данном случае ситуация несколько особая. Потому что их волнует химическое оружие. Они из-за этого раздули так эту историю с Навальным. Из-за этого. Я лично думаю, что Навальный сам им, я не знаю, нужен, не нужен, я это не могу. Никто, никто не расследовал убийство Немцова. Из них. Никакие билингеты, никто ничем этим не занимался. По сегодняшний день. И все знают, что это не раскрыто. Они занимались сбитым Боингом, вот это их интересовало. А убийство человека, это внутрироссийские дела. Это внутрироссийский разбор. Там пол Москвы вышло провожать Немцова. И так далее. Никого не интересовало там. Ну, как, конечно, они дежурные заявления делали, вот. А здесь они ведут себя по-другому. Потому что они используют этого человека, эту фигуру, для вопроса, для темы, связанной с химическим оружием. И это серьезное дело. Они хотят как можно больше поднимать вокруг этого шум. И тем не менее, Северный поток им нужен. То есть никакой заморозки Северного потока не будет, да, это просто разговоры. Я не знаю. Но на сегодняшний день, вот на эту минуту, их экономические интересы для них имеют большее значение. Это серьезные экономические интересы. А для нас Северный поток-2, это же, согласитесь, это же просто политический проект. Он с точки зрения экономики не выгоден. Это рычаг давления на Украину. Это рычаг давления на Украину. Это 50 миллиардов кубов все-таки. Ну, сами оцените, при цене на газ, который сейчас есть, это довольно такой, ну, такой хороший фактор. Вот, это 1200 километров протяженности, это вопрос принципа. Он бенефициарам выгоден только. Ну, вот, это вопрос принципа. Протащить эту ветку и, кроме того, освободиться от контроля со стороны Украины. Да. И все. Это серьезное. Это политический проект называется. Ну, это политический, ну, хорошо, ну, так политический. Тем более, понимая, что это политический проект, понимая, что это проект, с помощью которого хотят наказать Украину, немцы все равно говорят, он нам нужен и все. Он нам нужен. Потому что нам нужно развивать север Германии. Продолжение следует...